Всем привет! Меня зовут Владислав, и я сегодня вам расскажу, чем может заниматься программист, если у него много свободного и ненужного времени. Одним из таких занятий может быть написание различного ввода бенчмарков. Я изначально хотел протестировать тот фреймвор, с которым я работаю, но потом решил подойти к проблеме более комплексно, и в итоге получилось приблизительно вот это. Я попытался протестировать сразу все известные мне популярные, скажем так, фреймворки для работы с релекционными базами данных. Сама методика тестирования, я думаю, всем знакома. То есть у нас есть некоторые blackbox, которые лезут в базу данных, и есть некоторый тестовый раннер, который их по интерфейсу опрашивает, забирает данные, валидирует их и после этого делает какие-то замеры. Какие задачи я поставил для этого бенчмарка? Ну, прежде всего, избегать использования абсолютных значений, поскольку они бывают разные в разных ситуациях, но больше сконцентрироваться на относительных значениях. Каким-то образом сделать так, чтобы задержки при работе самой базы данных в процессе тестирования были минимальными. Пытаться бороться с JIT, настолько, насколько это возможно. Ну и как вариант, посмотреть на результаты, которые можно получить без JIT. Ну, если получится сделать тест наименее синтетическим, ну, подобрать хоть какие-то кейсы, которые более или менее коррелируют с реальным миром. Вот. Ну и решать проблемы, которые возникают по ходу, используя в основном документацию, которую легко найти. То есть если где-то есть какое-то тайное знание, но для его получения нужно потратить там недели, месяцы, то я, как правило, это в своем тесте опускал. Ну, то есть я попытался имплементировать различные фреймворки, таким образом, каким это будет делать большинство разработчиков. К чему я пока пришел на данный момент, то есть база данных у меня H2, которая крутится в оперативке, и довольно-таки быстро справляется с инсертами и с электами. Соответственно, тест запускается определенное количество раз, и уже я беру какое-то среднее значение, точнее, медиану, для того, чтобы оценить результаты. То же самое количество итераций каждого конкретного маленького теста, оно должно быть настолько большое, насколько возможно, но до тех пор, пока H2 может выдержать это без падения производительности. На моей машине это приблизительно 3 миллиона записей в базе. То есть после этого H2 начинает заметно проседать производительность. Ну, соответственно, тесты нужно прогревать. И формально обрабатывать данные в процессе тестирования, дабы JIT не слишком оптимизировал наш код и не вырезал все нужные части. По поводу самой схемы данных, можно это представить как набор некоторых абстрактных сферических коней в вакууме, а точнее, производителей этих коней, серий, моделей, запчасти к ним, которые взаимозаменяемы. Здесь еще показано приблизительное количество записей, которые вставляются в базу данных во время тестирования. Что, собственно говоря, тестировалось? Это обычная вставка данных, создание money-to-money связей, выборка по ключу, выборка через join, соответственно, через join выборка money-to-money записей, нативные запросы и динамические запросы. Результаты оценивались следующим образом. То есть есть некое очко, которое эквивалентно времени, затраченному GDBC на выполнение той или иной операции. Чем больше очков получает фреймворк, тем, соответственно, он медленнее. И в каждой группе тестов само значение одно очко, оно как бы разное по отношению к реальному времени. То есть графики друг относительно друга не нормированы, поэтому стоит смотреть только на конкретную группу, а не сравнивать показатели между двумя разными группами. Да, прошу немного абстрагироваться, поскольку у нас оценки абстрактные, соответственно, оценивать их тоже нужно абстрактно. То есть вот как-то один, наверное, лучше другого, другой, наверное, чуть медленнее первого, но не впадать в крайность. Собственно говоря, начинаем, прежде всего, мы вставлять данные в базу, и немного конкретики. Те же самые бренды — это эквивалентно обычному инсерту в базу данных без каких-то накладных расходов. Серии, модели, сами запчасти, они в некоторых фреймворках, особенно которые имплементируют объектный подход, они требуют получения связанных объектов перед тем, как вставить эти данные в базу. То есть там возможно появление дополнительного запроса. Many-to-many и F2F — это many-to-many в виде нативных запросов, ну, как бы fast-to-many. Связано это было с тем, что некоторые фреймворки, они создают many-to-many записи каноническим способом очень долго, и дабы не ждать это время, решено было проверить, как они заодно сделают это нативным способом. Первые результаты, которые я получил, приблизительно были такими. Вот. В одном из тестов, собственно говоря, Hibernet отказался тестироваться и решил испортить все графики. Вот. Я пытался решить эту проблему, но как бы там буквально пять строчек кода. То есть вот что там происходит. И оно происходит очень медленно. Причем там есть и Clips-Link имплементация, и Spring Data имплементация, они работают намного быстрее. Ну, даже если мы обрежем Hibernet, все равно рассмотреть графики не очень хорошо получается, в связи с тем, что всю картину портит Spring Data. Опять же, создавало все по мануалам исключительно из спринговых, и было замечено, что в принципе фреймворк начинает все медленнее и медленнее работать с увеличением количества данных. Поэтому те тесты, где используется Spring Data, там не полный датасет, который я показал вначале. Это датасет уменьшенный в 25 раз. То есть вот на это время у меня хватило терпения. Да, собственно говоря, что происходит в Spring Data? Почему она так тормозит? Как бы на первый взгляд вообще абсолютно непонятно, поскольку это канонический способ с их точки зрения создать крутые репозитории, заинжектить его и вызвать метод save. Но видно у них какой-то большой слой абстракции там под этим лежит. Если уже присмотреться ближе и на полном датасете, то можно увидеть приблизительно такие показатели. У нас довольно-таки, ну понятно, GDBC быстрее всех. Вот Juke идет вровень практически со Spring GDBC. Ну и Eclipse Link с Hibernate так друг с другом конкурирует. Причем вот many-to-many вставка у Eclipse Link, которая практически идентична к Hibernate. То есть она набирает, ну сколько там, 17 очков против 450 у Hibernate. Вот. И самые последние нативные запросы. Здесь для меня очень странно, почему просил Juke. И каким образом, то есть получается Eclipse Link, он на уровне со Spring GDBC идет, а тот же самый MyBetis уже начинает отставать. Но он тут как бы чуть-чуть везде отстает. Что же странно, поскольку он фактически транслирует нативные запросы в базу данных. Ну и да, можно заметить, что, например, на вставке серии, моделей и запчастей начинают отставать немного GPA-фреймворки. Там Eclipse Link и Hibernate. Это связано с тем, что… Ну, Cayenne тоже. Это связано с тем, что они запрашивают связанные сущности в базе данных. То есть там фактически идет два запроса на вставку. Тот же самый результат без GTA. Ну, понятно, Spring Data ушла туда. Вот, пик от Hibernate тоже остался. Здесь можно заметить, что по какой-то причине MyBetis выровнялся с Juke. То есть они идут фактически вровень. Причем, опять же, почему-то странно Juke начинает отставать там, где идут нативные запросы. Возможно, это связывает с тем, что… Почему они выровнялись с тем, что MyBetis как-то не очень хорошо оптимизируется G-том, вот в отличие от Juke. И здесь еще можно заметить, что, опять же, ClipsLink слегка обгоняет Hibernate. Дальше уже смотрите, то есть кто каким фреймворком пользуется. Сравнивайте показатель. Да, если посмотреть на этот график издалека, то вот это вот в основном Spring Data. Ну, после того, как данные вставили хорошо, чтобы их выбрать. Соответственно, выборка у нас разобрана на несколько частей. Мы можем выбрать просто конкретную сущность из базы данных и замапить ее на объект. Это тесты, которые определены метками. Brand, Series, Models, Spares. И есть еще те же самые имена, только с буквой О. Это значит, что мы уже выбираем дополнительные связанные объекты и вкладываем один друг в друга. То есть для серии и Spares это объект бренда, который нужно выбрать из базы. То есть, соответственно, от типа фреймворка они тянутся либо join, либо посредством lazy loading. И для моделей там три связанных объекта. То есть модель, она ссылается на серию, напомню, а серия ссылается на бренд. То есть такая небольшая матрешка. И с выборкой дела обстоят немного лучше. Ну, не считая того, что это немного уменьшенный датасет. То есть Spring дата уже отстает не так сильно, как можно было предположить. А на полном датасете себя как-то очень интересно проявил MyBatties. Ну, здесь опять же, скорее всего, это связано с недостаточно хорошей оптимизацией, точнее, JITOM, потому что брендов в реальности мало. То есть их там около пяти тысяч. То есть половина из них идет на прогрев этих данных, половина уже на тест. JIT настроен таким образом, что он производит оптимизацию после двух тысяч вызовов метода, но видно для MyBatties это не помогло. И там уже, где идут значения на миллионы, то есть мы видим, что он приближается по производительности к остальным. Здесь, в принципе, меня интересует поведение Spring, потому что вообще от Spring к GDBC, если честно, я ожидал большего. То есть я думал, что он всегда будет как можно ближе стоять к самому GDBC, но он по факту показывает уменьшение производительности, но раза в два в три. Вот, в некоторых случаях намного больше. Та же самая картина без JIT. И опять получается MyBatties уже не такой тормознутый. Spring дату не спасло. И заметьте, что теперь Juke, он тоже начинает проседать и становится в некоторых тестах даже на уровне или чуть-чуть медленнее, чем GPI-имплементация. Тот же самый Hibernate и Spring Data. Ну, просто вставить данные и выбрать этого мало. Нужно сделать что-нибудь еще более сложное. Как вариант чего-то более сложного я использовал выборку моделей плюс всех связанных записей через связующую таблицу и использовании динамических запросов. Ну, с динамическими запросами все довольно-таки просто. То есть у нас есть метод, куда поступают данные. Если null, то мы вообще не используем никакой condition в SQL. Если входящие данные не null, тогда мы уже делаем либо там equal, либо range, либо что-то около этого. И здесь как бы все тесты начинают показывать более или менее вменяемый результат ну друг относительно друга, по крайней мере. Это связано прежде всего с тем, что H2 тут начинает, скажем так, вклад H2 в выполнение теста значительный. И поэтому мы уже сравниваем показатели там не 10 и 50 микросекунд, а 210 и 250. Соответственно, разница между ними намного меньше и разброс значений тоже намного меньше. Если посмотреть на то же самое без JIT, ну, в принципе, картина похожа. То есть что мы оставляем JIT, что мы выключаем JIT. То есть приблизительно вот лесенка в последнем тесте и рисунок вот в этом тесте, так они где-то на одном уровне идут. Опять же, ожидал почему-то, что Spring GDBC будет быстрее. И не совсем понятно, почему иногда Eclipse Link обгоняет Spring GDBC. Собственно говоря, о чем я? О том, что тестам не стоит верить. Потому что, во-первых, фреймворки они ведут себя по-разному от теста к тесту. И в конце написания доклада у меня возникло очень много подозрений по поводу достоверности, потому что та же самая H2, ее connection pool оказалась не такой быстрой, как предполагалось. Ну, по идее, нативный connection pool от нативной базы данных, но в некоторых ситуациях производительность начинает проситать около 5%, если мы используем нативный H2 connection pool. То есть в идеале хочется, то есть в перспективе я туда засуну какой-нибудь хайкари для всех имплементаций, и тогда можно будет сказать, что у них равные условия. Соответственно, H2 тоже не панацея в данном случае. Возможно, стоит сделать более сложную имплементацию, которая коннектится к разным базам данных и несколько изменить подход к самому запуску тестов и, возможно, еще подключать профайлер и смотреть реально, где же затык в том или ином конкретном случае. То есть в целом я могу сказать так, что в принципе все фреймворки, они имеют свои слабые и сильные места, но опять же я уже говорил, что Spring Data он как-то вот, я думал, что он будет побыстрее. Juke, казалось, неплохо делает инсерты, но когда дело доходит до нативных запросов и выборки, он даже отстает от GPI-имплементации. GPI-имплементация, особенно Eclipse Link, на удивление показала себя хорошо. Я думал, там слишком большой уровень абстракции. Что касается Cayenne, то тестировал я, скажем так, бета-версию четвертую, и я думаю, ее еще допилят в перспективе, и она покажет более лучший результат. У хайбернета фактически единственный был недостаток — это проблема с many-to-many, которую так не удалось просто решить. Ну, а MyBattis меня немного разочаровал, потому что для фреймворка, который просто транслирует запросы в базу, производительность, скажем так, странная. Если вы хотите это проверить сами или посмотреть, как ваши различные патчи будут вести себя на этом тесте, то есть вы можете пойти на GitHub, взять проект, но единственная проблема в том, что справки там пока еще нет, я просто не успел дописать, может, через неделю появится. Поэтому, кому интересно, можете сфотографировать слайд и заранать это у себя. Я как-то довольно-таки быстро пробежался по всем слайдам, боялся просто не уложиться и опоздать. Да. В конце концов, могу пожелать удачного тестирования и побольше практичных тестов. А это, если что, график тестирования производительности Hello World на различных языках. Ну, тут потребление памяти, да, если что, кому интересно, CPU. Java не самое последнее, если что. А вон там в конце, ну, там еще какая-то технология, которую я ни разу не использовал. Ну, у меня на данный момент со слайдами все. Может, у кого-то есть какие-то вопросы? Можно теперь пофилософствовать, да, на тему, кто быстрее, кто лучше. Вопросы? Иду, иду, иду. Здравствуйте. Здравствуйте. Работает? Вопрос. А вы не пробовали играть с разными версиями тех же самых фреймворков, что они покажут относительно версионирования между собой? То есть, то, что вы говорили. Я думаю над этим, но, опять же, просто был небольшой лимит по времени. То есть, в теории надо еще проверять. В мыслях оно есть, и в мыслях еще есть каждый фреймворк запихнуть в Spring, потому что в основном все пользуются Spring, а там есть еще GTA, соответственно, и она может вести себя по-другому. Вот, например, Spring Data, она как раз работает с Spring окружения, с GTA транзакциями. У меня еще один вопрос по поводу Spring Data. тестировалась она как? Имеется в виду запросы составлялись, используя вот их чудесный метод по неймингу или используя GPA query? У каждого использовался, скажем так, канонический метод, которым принято работать в фреймворке. То есть, там есть интерфейс, который посылает данные, а дальше уже все зависит от конкретной имплементации. То есть, Eclipse Link использовал GPA query, соответственно, Spring Data использовала вот эти вот умные интерфейсы круг-репозиторий, там где-то можно было, там где нельзя, но тоже использовала GPA query. Hibernate, несмотря на то, что 5.2, но пока он использовал критерия query, но возможно, от этого стоит отходить, потому что оказывается критерия query в Hibernate уже деприкейтед, и они тоже будут использовать в дальнейшем GPA query. Спасибо за долгал. Доклад, а вот просто как бы вот желание такое, вот там, где был слайд с проседанием MyBatisse, и ты сказал, что там проблемы с G там, а потом ты как бы через пару слайдов говоришь, ну, что мы выключаем, что нет. Ну, он все равно получается медленнее, но там, где он просел, то есть он просел где-то на сколько, на 20 очков, грубо говоря, получил. Ты говоришь, что проблема в G, а можно потом в дальнейшем просто инстаграмм вернуться на G там и без G там. Сейчас. На что select? Там вот здесь, да, вот здесь. Ну, вот здесь, то есть брендов тут мало, ну, относительно мало, то есть их всего 5 тысяч, 5-10 тысяч. Вот, и, соответственно, на брендах мы получаем вот такой результат, он значительно отстает. Вот. Но дальше, когда мы переходим к сериям, к моделям. Нет, ты просто говоришь, что проблема возможна в G, да? Если бы его-то здесь выключил, мы бы, наверное, ну, поверили. Ну, а вот он выключен. То есть вот с G, вот без G. то есть разбег хороший. Еще кто? Вопросы? Вы вначале говорили, что стараетесь как-то приблизить это тестирование к реальным условиям по возможности. Да. А в чем идея отключения от G, как это вообще коррелирует с реальными условиями? С реальными условиями никак, но оно позволяет посмотреть на тесты несколько с иной стороны. Ну, например, так бы мы не догадались, что вот MyBetis с G с G с G работает как-то так не очень. То есть возможно тут действительно проблемы, ну, не проблемы, а нюансы, связанные с оптимизацией на код MyBetis. Это интересно. То есть вообще это неожиданно, потому что он должен был по всем, скажем так, критериям работать быстрее. Ну, хорошо, спасибо. Можно еще вопрос? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот проседание хибернейта на Manny-to-Manny. Мне интересно, есть моя любимая настройка хибернейта, флешмод. Вы с ней игрались? А, с настройками? Глобально с настройками я не игрался, ну, то есть я выключал кэши, потому что как бы с кэшами каждый может быструю производительность показать, да, а тут именно проверялось то, насколько они взаимодействуют с базой данных хорошо. То есть единственное, что я делал, я выключал кэши, но особо они не спасают, они даже иногда ломают тест. Вот, например, тот же самый ClipsLink, у него довольно-таки агрессивное кэширование включено по умолчанию. Если его не выключить, он начинает падать на селектах моделей с объектами, которые через Manny-to-Manny связаны. Потому что, когда он вставляет модели, Manny-to-Manny нету, а когда он начинает вставлять связи нативным запросом, оно идет в обход кэша, а в кэше висят старые данные. И, соответственно, потом на селекте он падает, потому что он не может получить данные, он берет их из кэша. Да, я в основном отключал кэши, а тонкую настройку особо не производил. Ну, как не производил? То есть, ну, все, например, знают, что тот же самый Hibernet и ClipsLink, ну, по крайней мере, я так думаю, что там есть некая оптимизация на стадии компиляции. То есть все эти плагины были включены. Вот, но сказать, что это сильно повлияло на производительность, я не могу. То есть, может, это повлияло на разброс в пределах выполнения одного и того же теста, но сильно к производительности не добавило. Я все-таки, мне казалось, что я видел слайд, в котором были тесты на Money to Money. Показали, какой тест был выполнен. Можно ли к нему вернуться? Код показать? Да. Ну, код... Код я могу показать только в виде ссылки, потому что сейчас на это уйдет время. Просто можете потом подойти, я покажу. У нас есть время, конечно. Целых 30 минут у нас есть, так что может открыть GitHub, да. А, я как-то не заметил, что у нас еще есть целых 30 минут. Подожди, подожди, подожди. Давай я тебе дам микрофон. Почему ты решил искусственно на in-memory тестировать, чтобы тебя не взять реальную персистенс базу? Ну, во-первых, я просто хотел, чтобы каждый... Ты же написал вначале, хотел реальную ситуацию, а ты ее просто эмулировал. Ну, задержки при работе с in-memory базой теоретически должны быть меньше. И это, во-первых. Во-вторых, я хотел, чтобы это мог каждый повторить. То есть сейчас довольно-таки просто. Вы можете просто скачать проект, запустить Gradle, и оно начнет работать. То есть если брать другую базу, соответственно, нужно будет как минимум скачивать проект, ставить себе докер, скачивать образ и поднимать все образ этой базы данных, которая настроена на работу с этим тестом. То есть тот же самый Postgres, его надо будет перенастраивать, чтобы он в основном работал in-memory и не сливал ничего на диск. То есть в SYNC придется отключать там разные другие настройки, связанные с записью в вал на диск и так далее. Спасибо за доклад. Еще вопросы? Ты не пытался посмотреть, в чем проблема как бы со Spring Data и GPA? То есть, например, включить там Native Query и через него попробовать прогнать те же запросы? Ну, там Native Query были. Вот последний тест при добавлении данных, который там отмечен был F2F, то есть он был. И там, в принципе, оно становилось намного быстрее. То есть оно не доходило по производительности до других фреймворков, но становилось уже намного быстрее. То есть оно уже как бы вот рядом с ними было. Спасибо. То есть я сейчас могу вернуться, показать. Ну, собственно говоря, вот это оно и есть. Самый последний тест это со Spring Data, которая выполняет нативные запросы. То есть есть небольшая разница в производительности. Что касается GitHub'а. Кто что хотел увидеть? Hibernate. Здесь Hibernate, сразу говорю, он без Spring'а, поэтому он может выглядеть не так, как вы привыкли его видеть. Может, у кого-то есть конкретный вопрос по коду? Конкретное место там. То есть он выглядит приблизительно так, как он выглядит в мануалках. Берем сессию, открываем транзакцию, чего-то выбираем, закрываем транзакцию. Что-что? Кэш отключался. Ну, да, то есть. Так, ребята, там сзади вообще ничего не слышно, что вы спрашиваете. На микрофон. Замечание по Hibernate, что судя по коду использовалась сессия, которая является в прошлом первого уровня, используется Atlas Session, то, наверное, инсерты будут работать быстрее, потому что не будет ничего классного в тэш первого уровня. Возможно, но я помню, что я несколько раз писал этот код и там брал другую сессию, которая не требует того, чтобы она закрывалась, и, по-моему, по перформансу особо ничего не поменялось. А на чем тебе понравилось? Незначительно, скажем так. Если это было, то там процентов 10. Привет, Лейслав, я тут. А на чем тебе код больше всего понравился? Ну, так, визуально, то есть. Какой тебе код из ORM-ов? То есть у тебя тут как бы два класса можно выделить. Один — это, скажем, SQL-билдеры, да, а вторые — это все-таки ORM-ы какие-то. Ну, в каждой категории, кто тебе больше понравился? Именно по коду. Ну, можешь как бы показать, даже сравнить, какой-то анализ сделать. Ага, ну, так, ну, как джипа выглядят все, помнят, да? Что касается остальных, сейчас покажем. То есть, в принципе, как делать запросы через тот же самый GDBC, я думаю, тоже ни для кого не секрет, показывать не буду, да? Или напомнить. Не обязательно, да? Спринг-дата, ну, фактически, она ничем не отличается от GDBC. Вот давайте. Ой. А, это же спринг-дата. Спринг-GDBC ничем не отличается. Да, то есть вот в спринг-дате все вот так вот приблизительно. Минимум работы руками. Ну, и как бы все вытекающие туда последствия, да. Единственное, в спринг-дате, по-моему, вот там, где надо было динамически, так, здесь тоже немногословно. Сейчас, где же оно было? Ну, да. Вот тут у нас запрос нативный. Так, стоп, а где же оно? Где же оно было? Да, елки. Блин. Так, я что-то совсем... Нет, там где-то... А, вот. То есть здесь... Ну, вот, собственно говоря, критерия билдера, то, как нужно это делать согласно GPA и спринг-дате. И, ну, тут тоже ничего особо интересного, я думаю, нету, потому что все помнят, как это должно выглядеть. Что касается других фреймворков, да, ну, MyBetis там тоже фактически то же самое, что в Spring, в GDBC, просто-напросто запросы с помощью аннотаций вставляются. Вот. А вот взять, например, Juke, здесь уже намного интереснее. То есть Juke же генерирует некое... некие классы по вашей модели и генерирует он их таким образом, что... Ну, то есть туда лучше не смотреть. То есть там реально, там много пакетов, много подклассов, и выглядит это ужасно, но фактически вы работаете с... Сейчас я вернусь, где оно? Вернусь непосредственно вот сюда. Да, но фактически потом вы работаете вот в таком духе. То есть вы вызываете некий DSL Juke-овский и используете сгенерированные им классы для того, чтобы производить действие над некими полями объекта. То есть Juke, он в данном случае наиболее приближен к SQL. Что здесь еще можно показать? Ну, вот так выглядит получение money-to-many связи. И... Ну, я думаю, тут вообще ни у кого не возникнет вопросов из тех, кто работал с SQL, правильно? То есть все... Можно сказать, относительно понятно. Что еще можно показать? Еще можно показать Каен, например. Каен, в отличие от Juke, генерирует намного меньше данных. То есть фактически все, что сгенерировал Каен, это вот... Сейчас, открывайся. Вот этот набор классов. Каен, кстати, в отличие от Juke, он больше ориентирован на объектный подход. Так, открывайся давай. И в итоге вот вставка select выглядит приблизительно так. Опять же, вот здесь можно видеть, что он при вставке с внешним ключом требует выполнить запрос для того, чтобы получить связанную сущность. Здесь уже синтаксис не настолько похож на SQL, но тоже к нему можно, в принципе, привыкнуть. И тут получается с одной... Ну, некий трейд-офф, да? Либо вы близко к SQL, но у вас много нагенерированных классов, да? Если у вас меняется схема базы данных, вам нужно, соответственно, перегенерировать всю эту модель. Либо у вас меньше сгенерированных классов, но вы чуть-чуть дальше от SQL, то есть вы уже ближе к GPI, к ORM. То есть тут фактически здесь все довольно-таки просто. В имплементациях здесь особо нечего показывать. То есть здесь даже не видно, где оно может тормозить, если какие-то особые проблемы. Да. Можно еще раз слайд, где вы объясняли эти попугаи, в которых у вас считается производительность? А, попугаи. Пожалуйста. Просто я не очень понял, зачем нужно было не в миллисекундах это делать, например. А потому что на каждой машине разные миллисекунды, и все равно вы будете оценивать миллисекунды, точнее микросекунды друг относительно друга. А, то есть это миллисекунды, деленные на JDBC? Ну да. То есть это миллисекунды, деленные на JDBC конкретно в этом тесте. Понятно, спасибо. Вы вводили ваши тесты с профайлером, чтобы посмотреть, где вы потеряете время, там в JIT, в Native, в IO, интерпретаре? Ну вот я надеюсь в ближайшем времени допилить раннер для тестов, то есть там надо будет паузы делать перед тем, как будет группа тестов бежать, чтобы можно было подключить профайлер, включить записи и посмотреть. То есть когда это доделаю, буду смотреть уже профайлером. Еще вопросы? Все, да? Да. Ну, спасибо Владиславу тогда. Кстати, я забыл раздать билеты на пиво тем, кто задавал вопросы. Можно подходить и брать. Ходите к Владиславу и забирайте, требуйте. Продолжение следует... ...